О доходах небюджетных, а личных отчитались окружные парламентарии. В регионе обнародованы декларации о доходах и имуществе депутатов окружного собрания за прошлый год. В соответствии с российским законом, представлять эти сведения народные избранники обязаны ежегодно до 1 апреля. Однако один из 19 законотворцев не пожелал, чтобы его заработки оказались на всеобщем обозрении. Кто скрывает свои доходы, узнаем в материале Олега Хатанзейского. Декларация о доходах и имуществе законотворцев Неницкого округа была опубликована на сайте собрания депутатов. В документе имеется информация и о заработке их близких родственников, жен, мужей и несовершеннолетних детей. Из 19 народных избранников 18 справки о своих доходах предоставили в срок. И только один депутат Максим Малышев, который в парламент был избран по списку от партии «Гражданская сила», собственный заработок решил скрыть. Причины законотворец назвать сразу отказался. Но чуть позже Максим Малышев официальный комментарий все же подготовил в электронной форме. По словам депутата, закон нарушает не он, а его коллеги по собранию. И поэтому предоставлять свои доходы на всеобщее обозрение народный избранник не торопится. Да, мною не предоставлена декларация о доходах в срок. Позиция лично моя и моей партии в этом вопросе принципиальна. Мы единственная фракция, фракция партии «Гражданская сила» в региональном собрании нашей большой страны, которая не имеет постоянное оплачиваемое место для работы в этом собрании. Мы считаем это нарушением федерального законодательства и сейчас ведем судебные тяжбы с собранием депутатов НАО. Об этом мало пишут наши региональные СМИ, но скоро будут писать федеральные. Поэтому я не получаю за свою работу зарплату и не являясь госслужащим, я не тороплюсь подавать декларацию. По сокрытию доходов и имуществам мне нечего скрывать. На протяжении последних лет я регулярно подаю декларацию о доходах, являясь кандидатом на выборах разного уровня, будучи кандидатом в депутаты Государственной Думы и до выборов в муниципальных образованиях. Вот и в этом году в июне я подам декларацию как кандидат на главу одного из муниципальных образований нашего округа. Опубликовать сведения о своих заработках депутатов обязывает российское законодательство. В случае невыполнения этого требования народный избранник может быть уволен. Однако Максиму Малышеву это не грозит. Собранием депутатов он работает не на постоянной основе, а значит за отсутствие сведения ответственности не понесет. Это подтвердили и в прокуратуре, которая уже заинтересовалась данным делом, ведь нарушение закона здесь все равно присутствует. Чтобы устранить нарушение федерального закона была создана специальная комиссия. В нее вошли сотрудники прокуратуры, депутаты окружного собрания и другие лица. Ответчик главный герой дела Максим Малышев. К общему мнению в итоге так и не пришли. У сторон разные взгляды. Прокуратура, например, настаивает, чтобы нарушение было ликвидировано. Законотворцы выдвигают немного иную точку зрения, а Максим Малышев твердо стоит на своей позиции. Я думаю, что это решение его осознанное. Почему он не представил декларацию, это его дело. Но претензии предъявляются окружного собрания депутатов, на мой взгляд, не всем правильно. Поскольку информация о декларациях была дана на сайте окружного собрания депутатов. В отношении Малышева санкции пока не выдвинуты. И навряд ли это произойдет. Впрочем, некоторые считают, что народного избранника проучить все же стоит. Но каким образом – большая загадка. Ведь законам, напомню, этого не предусмотрено. А пока депутат продолжает затягивать процесс подготовки декларации, другие парламентарии с чистой совестью уже разрабатывают новые законы. Я человек открытый всегда и во всем. Поэтому у меня никогда на протяжении всех лет, сколько я работаю, не возникало вопроса сдать или не сдать. И, конечно, сдать и только в полном объеме. Олег Хатанзийский, Роман Делимарский, Антон Водряков, Телеканал Север.